Цандрипш имеет статус курортного поселка городского типа и является частью Гагры. Здесь загородная жизнь не отстает от темпа города. Есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. Население многонациональное, более двух тысяч из них – абхазы. Администрация Гагрского района уделяет особое внимание развитию поселка. Так, в Цандрипшской поселковой поликлинике был завершен капремонт первого этажа. Этот проект, который заботил на самом деле, для того, чтобы это создать уже все вспомогли, как вы его вложите, на обязательный год или на дне 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 дне. И embraced контрольного нашего, и, как и оценивание, существует по длительному, есть из лохал шуала губзирах черек-хар-хар-та. Вот это было для каждого. На учете в Цандрипшской поликлинике более двух тысяч взрослых и тысячи детей. Это не только жители поселка, но и близлежащих сел. Сегодня здесь есть все необходимое для оказания экстренной помощи. Имеется процедурный кабинет, прививочный, лаборатория, а также машины скорой помощи. Дети здоровые, во-первых, здесь на учете. Проводится профилактическая работа, прививочная работа. В школы ходят на прививки, пробаманту делается, осмотры детей после каникул, как это и положено. Обращаются с самыми разнообразными заболеваниями. Это острореспираторные инфекции. В летнее время это кишечные всякие инфекции. И здесь они получают необходимую помощь. Не секрет, что есть дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. Они тоже здесь на учете. Им надо куда-то ехать в клинику. Они приходят со своими документами, прививки, чтобы там были, чтобы это все было отражено. И наши врачи выдают, и они едут в Москву, Краснодар, куда им положено. Наконец-то, благодаря усилиям власти, как говорится, районной, местной администрации и депутатов, которые нам помогают, произведен вот этот ремонт. К большому, большому, так сказать, нашему удовольствию. Мы хотим поблагодарить всех за то, что это произведено. И будем стараться как можно, наверное, и работать лучше, и чувствовать себя достойнее, когда ты в нормальных условиях человеческих работаешь. До Гагарской больницы все равно какое-то время надо будет доезжать. То есть здесь обязательно должен быть терапевт, педиатр, травпункт и желательно акушер-гинеколог. Сейчас у нас здесь есть педиатр, есть терапевт. В идеале, конечно, мы думаем об этом, но здесь уже вопрос в кадры упирается. Но то, что мы сегодня видим, правда радует, потому что чистые кабинеты, все в соответствии с нормами, это все благодаря администрации района, за что большое им спасибо. Я думаю, что население тоже оценит эту ситуацию. Но со своей стороны мы как бы в зависимости от того, какие у нас будут здесь специалисты и что необходимо по минимуму, мы стараемся это тоже делать. Недавно купили им кардиограф, купили ультразвук, то есть физкобинет, потому что, например, ради того, чтобы проводить физиотерапию, процедуры какие-то, человек должен, например, 10 дней подряд ездить в Гагру. Чтобы этого не было, мы им сюда приобрели, чтобы население не ездили. Стараемся. Да, есть сегодня проблема. Например, хирургический кабинет у нас закрыт. Людям, кому нужны перевязки систематические, вынуждены ездить в Гагру. Но это, опять же, все упирается в кадры, решится кадровый вопрос. Конечно же, необходимое оборудование опять докупим, инструментарий или что-то еще. Но в целом то, что сегодня мы видим, это правда радует. Я думаю, что будет динамика, будут люди, и в дальнейшем тоже администрация района поддержит. И думаю, что поликлиника заживет другой жизнью. И руководство поселка оказывает посильную помощь поликлинике. Местная администрация оказывает помощь, когда обращаются к нам по электричеству, по проводке. Сейчас необходимо будет нам приобрести мебель. Мы приобретем мебель после такого ремонта. Нам нужна новая мебель. Приедут, сделают замеры, и специализированную мебель мы закажем. Пока наша съемочная группа работала на месте, поликлинику посетили первые пациенты, которые поделились своими впечатлениями. Я давно здесь не был, но вообще отлично. Дальше посмотрим. Лишь бы не ломали, не портили, не сорили. И все остальное, все хорошо. В поликлинике заменены окна. Отремонтирована входная группа, кабинеты первого этажа. На эти работы из районного бюджета выделено 5 миллионов 500 тысяч рублей. Ранее, в 2022 году, в поликлинике была заменена кровля. Хочу выразить огромную благодарность администрации города Гагры во главе Юрия Львовича и всей команде за то, что не было сделано за 30 лет. Наконец, у нас новый ремонт, и жители все выражают огромную благодарность. Продолжение следует...